Война с которыми является самым страшным преступлением, которое можно только придумать. Что я и говорил. Парадоксальная ситуация. Всю жизнь пишу политическую аналитику и комментирую происходящее в онлайн-режиме. А когда начались действительно исторические события, на это стало совершенно не хватать времени. Тем не менее, все-таки тезисно запишу, о чем думаю в эти дни. Итак. Первое. День поражения. В долгосрочной перспективе РФ проиграла эту войну целиком и полностью. Тут вариантов нет. Причин три. Путин и компания, как не понимали Украину и украинцев все эти годы, так и не поняли. Похоже, они действительно верили, что это один народ с россиянами. И поэтому мерили по себе. Действительно, что было бы, если огромный, страшный и многократно более сильный враг, ну там, китайцы или пресловутая НАТО, или решившие атаковать Землю инопланетяне, напал бы на нынешнюю РФ, а у той не было бы атомной бомбы. Разумеется, сам Путин и его ближний круг в ту же минуту сбежали бы из страны или хотя бы наглухо спрятались в глубоком бункере в горах Алтая. Остальные единороссы, коммунисты, справедливо-россы, ЛДПРщики, силовики и телепропагандисты на следующий же день без тени смущения перекрасились бы в горячих сторонников новой власти, а основная масса населения спокойно приняла бы все происходящее как должное. Мы люди маленькие, не нам решать. Будем теперь соблюдать законы об уважении к инопланетянам и не распространении фейков о том, что они якобы не гуманоиды. Ну, значит, и в Украине так будет, решили Путин и компания. Тем более в Крыму и в Прямь все пошло примерно так. Однако украинцы оказались другим народом и отчаянно сопротивляются агрессору, тем самым вынуждая его на все более и более жестокие действия, в результате которых к настоящему времени уже практически 100% жителей Украины ненавидят Россию, даже наиболее лояльно относившиеся к ней русскоязычные пенсионеры на востоке страны. А как иначе, если им целыми днями приходится сидеть в холодных и темных подвалах без еды и воды, спасаясь от российских обстрелов? И это значит, что любая оккупация обречена. Невозможно контролировать 40 миллионов ненавидящих тебя людей. Никакая сила с этим не справится. Также они совершенно не понимали и современный мир. Отсюда постоянные отсылки к войне США и Мексики 1847 года или каким-то текстам 100-летней давности. Поэтому недооценили, как в 2022 году будет восприниматься полноценная захватническая война в центре Европы, когда все ужасы этой войны, бомбардировки роддомов и больниц, дети, прячущиеся в подвалах, разрушенных зданий, расстрелянные тела мирных жителей на обочинах улиц и так далее и тому подобное, видны всем сразу, в прямом эфире, в сотнях тысяч роликов, фото и стримов. В результате сейчас Россия и Путин – абсолютное зло для всех людей во всех странах мира. Новый Гитлер, с которым не может быть никаких компромиссов, практически сатана. Ну и угроза ядерной войны – это, конечно, совсем уж красная линия. Ни советские генсеки при всей их отмороженности, ни китайцы даже во времена Мао такими словами не швырялись. Это табу, так нельзя. Столь неуравновешенные люди не имеют права владеть ядерным оружием. Иначе никто никогда и нигде не сможет спать спокойно. Если такой беспредел примерно не наказать, весь мир пойдет в разнос. Уверен, все в мире это понимают. Поэтому наказание неизбежно. Оно может быть отложено по времени, как у Милошевича, Хусейна или Каддафи, но непременно будет. В этом можно не сомневаться. В протестантской этике такое прощать нельзя. Президент Путин думал, что его вторжение покажет российское военное могущество. Вместо этого российская армия обращается к Северной Корее и Ирану ради необходимых ей поставок. В то же время украинские оборонные возможности продолжают усиливаться благодаря их руководству, мужеству военных и поддержке союзников и партнеров. Второе. Прекрасный мир будущего. В общем, в долгосрочной перспективе, думаю, можно не волноваться. Это не сильно утешает сейчас, потому что до тех пор еще много злодейства будет совершено, как в Украине, так и внутри России. Загнанная в угол крыса будет отчаянно кусаться, пытаясь унести за собой в могилу как можно больше всего. Однако, если думать в историческом масштабе, то у меня нет сомнений, зло будет наказано, ошибки прошлого учтены и новая конфигурация мира станет еще более эффективной и справедливой, чем была до того. Например, уже очевидно, что по итогам победы над новым Гитлером должна быть изменена структура ООН, поскольку нынешняя сложилась еще по итогам победы над старым Гитлером. Да и от ядерного оружия мир, вероятно, должен будет полностью отказаться. Особенно, если Путин попробует перейти от слов к делу и, правда, нажать красную кнопку. Третье. Слава Украине. Отдельно можно порадоваться за Украину и украинцев, у которых в этом новом мире, похоже, будут очень хорошие перспективы. Парадоксальным образом от всего сердца ненавидящий Украину Путин сперва превратил украинцев в единую нацию, затем заставил их создать сильную армию, одновременно содействуя максимальному возрождению и распространению украинского языка, а теперь и, наконец, добился для Украины и глобального международного признания. Украин сейчас главное слово для всех в мире. Единственный лучик света – маленький Гондор, в одиночку сражающийся с наступающими войсками Мордора. Мировые звезды одна за другой выходят на сцену с украинскими флагами. Люди по всей земле учат названия Харьков, Мариуполь, Ирпинь. По всем городам проходят марши солидарности с Украиной. Более или менее очевидно, что после войны Украину будут отстраивать и развивать всем миром, а человек с украинским паспортом везде будет считаться героем и желанным гостем. Четвертое. Существовать не должно. А вот вопрос, что в этом будущем будет с Россией, гораздо сложнее. Не с Путиным и его окружением. С ними-то, повторюсь, уже все понятно. Это враги человечества, и в историю они войдут именно в таком статусе. И даже не с государством Российская Федерация со всеми его безумными фашистскими законами последнего десятилетия. Но с Россией как явлением и идеей. И, честно говоря, чем дольше я об этом думаю, тем больше понимаю. Самый логичный вывод из путинской попытки уничтожения мира в том, что такого монстра больше существовать не должно вообще. Просто представьте себя на месте грузина, финна, украинца, поляка, чеха, японца, корейца, литовца, венгра, эстонца и так далее. Можете ли вы чувствовать уверенность в будущем, пока рядом с вами находится в сотни раз большее агрессивное государство, которое уже неоднократно на вас нападало и пыталось завоевать? Разумеется, нет. Пусть даже Россия сто раз отречется от путинизма, проведет самые свободные выборы и примет самые либеральные законы. Все равно эти опасения никуда не денутся. Знаем уже, проходили. Это они сейчас такие мирные и либеральные, а сменится поколение, и опять они нас бомбить и захватывать бросаются. С остальным миром, непосредственно неграничащим с Россией, все не так однозначно, но в целом отношения, думаю, схожие. Мы поверили, что они теперь не империя зла, а они опять обманули. Больше им веры нет. Пятое. Долой Московию. Еще важнее, что и для внутреннего употребления никакой образ прекрасной России будущего теперь не удастся придумать. Слишком уже искусственными они выглядят. На уровне «сейчас» мы заменим на флаге красную полосу на белую, и все изменится. Так получилось, что за последние сто с небольшим лет мы перепробовали чуть ли не все возможные рецепты изменения страны к лучшему, но каждый раз на выходе получалось что-то неудобоваримое. Монархия, республика, коммунизм, капитализм, империя, федерация. Что ни строй, в итоге все возвращается к одному и тому же. Сверхцентрализация, политические заключенные, архаичность и косность, преследование инакомыслящих, агрессия против соседей. Волей-неволей начинаешь думать о том, что этот порочный круг задается самой идеей огромной унифицированной страны. И разорвать его можно лишь полностью отказавшись от этой идеи. Тверь и Рязань, Новгород и Псков, казаки и поморы, уральцы и сибиряки, татары, башкиры, якуты, карелы. Практически для каждого региона России можно сформулировать свою романтическую и для всех приемлемую версию истории. Главным врагом которой будет насильно покорившая их Москва. И таким образом отмыть жителей этих регионов от того негатива, который еще не одно поколение будет распространяться на Россию и россиян. Учитывая все предыдущие пункты, с большой долей вероятности в какой-то момент все они за такой вариант начнут хвататься. Такова историческая логика. И, наконец, на обломках империи. Рад ли я этому? Пытаюсь ли призывать к распаду России? Конечно, нет. И вовсе не потому, что боюсь соответствующей уголовной статьи. На нее-то мне как раз наплевать. Просто всегда грустно наблюдать за смертью какого-то значимого культурного явления. Особенно, когда ты сам в этом культурном явлении жил, очень его любил и ценил. Плюс, тут есть еще и меркантильный момент. Сам-то я из Москвы, а это единственный регион, для которого никакой романтической истории не придумать. Москва действительно всегда была главным абьюзером Северной Евразии, постоянно приносящим соседям сплошные беды. Тем не менее, в последнее время я стал относиться к этой идее спокойнее. Возможно, потому, что вот уже более полугода живу в городе, который еще сто с небольшим лет назад входил в одно государство со Львовом, Черновцами, Прагой, Краковом, Будапештом, Загребом, Веной, Тмешаарой и еще множеством других городов, ныне относящихся к 13 разным странам. И с точки зрения вклада в мировую историю и культуру, это было никак не менее значимое государство, нежели Россия. Бетховен и Моцарт известны всем еще больше, чем Достоевский с Толстым. Однако этого государства больше нет, никаких следов от него не осталось. И ничего, прекрасно живут все эти города и страны, нисколько не комплексуя по поводу утраченной великой державы. Это же относится и к Британской империи, еще недавно занимавшей чуть ли не половину земного шара, и ко многим другим великим империям прошлого. Империи живут и умирают. Это естественный процесс, и похоже, мы присутствуем на финальном этапе распада очередной из них. Когда-то в начале 2000-х один мой приятель, ныне покойный, написал учебник истории под заголовком «Россия от Рюрика до Путина». Тогда он хотел просто подлизнуть новому президенту таким названием, но, судя по всему, оказался пророком. Именно так история России в итоге и будет описываться. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова